Первый месяц лета традиционно ознаменован выпускными в школах и высших учебных заведениях. Не обошел этот праздник стороной и оккупированные территории. 111 выпускников Киевского района Донецка, одними из первых в республике, в текущем учебном году получат документы. В прошлом году в это же время так называемые чиновники обеих молодых республик били себя пяткой в грудь. Налажено сотрудничество с Россией. Путаются в показаниях. Они говорят, что мы будем выдавать вам российские дипломы. Российское министерство образования сказало, что нет, этого не будет. По факту РФ отказались выполнять фантазии самопровозглашенных министров образования. Оставленные российскими благодетелями на произвол судьбы в этом году выпускникам торжественно вручали дипломы и аттестаты ЛДНР. Что это за бумажки? Кем могут стать дети после школы под протекторатом террористических группировок? Чему их там научили? И какие перспективы ждут молодых людей дальше? Стать достойной сменой молодым поколением, которое сможет строить новую молодую республику, новое молодое государство. Строить молодую республику? Собственно, как ее строят, так их и учили. Кроме на русских учебных, кроме на русских общественных, у них была еще и военная нагрузка, которую тоже никто не отменял. Эффектная дама замминистра образования, так называемой ДНР. Она знает, о чем говорит. Тотальная милитаризация. Так можно характеризовать политику террористов в сфере образования. Мозги промывают уже все школьные программы. Фактически с другого класса начинается выкладание. История родного края, основы православия, причем там основы православия все-таки в схибленном таком выгляде даются. И, соответственно, основной нахилл делается на милитарном выховании. Учителя даже не скрывают, что некоторые ученики хотят связать жизнь с военной профессией. Есть два мальчишки, которые будут заниматься военным делом. И военным делом они решили заниматься, насмотревшись на подвиги псевдогероев вроде Гиви и Моторолы. Что увидят дети, которые после обучения в псевдовоенных лицеях придут устраиваться в так называемые армию или народную полицию. Куда же вы такой? Террорист. Да, будешь террорист? Что от нас хотелось ожидать? В такой ситуации у человека два пути. Прогнуться и стать таким же или уйти. Но куда идти? Ведь молодая и встающая с колен не смогла дать им никакой профессии. Вывших школьников ждет вступительная кампания в высшее учебное заведение. Хуже всего, что бумажки, выданные выпускникам, не имеют никакой юридической ценности. Куда могут поступить эти молодые люди с аттестатом ДНР или ЛНР? Говоря народным языком, это попросту фелькина грамота. Максимум их можно считать сувенирами. Террористы из руководства, обещавшие летом 15-го, что всех желающих примут российские вузы, в этом году поутихли. Ведь в Великой и Могучей так и не признали ни ЛНР, ни ДНР. Никуда абсолютно. Ни одна из сторон, то есть ни Украина, ни, ни Российская Федерация не вызнают дипломы этого образца. Их ждут даже без распростертых объятий только заведения, которые язык не поворачивается назвать высшими учебными, в тех же ЛНР и ДНР. А вузы там – тема для отдельного разговора. Даже если не говорить о сомнительной квалификации оставшихся преподавателей, которая вызывает опасения у всех, без исключения экспертов, их попросту не хватит для качественного образования. Получается, террористическое руководство заранее готовит одинаковое будущее для всех молодых людей. Винтик в террористической машине. По великому рахунку, там, где нет фактично працючей экономики, она зараз там уже в Рії. Те самі выпускники высшими прекрасно розуміють, что єдина можливість реалізації – это выезд за территорию ЛНР, чи то территорию России, чи то территорию України. Але погодьтеся, там неможливо працевлаштуватися с этими дипломами, это они прекрасно розуміють. Або працевлаштуватися так званой силовой структурой самопроголошенных республик. Радужними такие перспективы точно не назовеш. У тех, кто выпустился в этом году, все же больше шансов вырасти нормальными людьми. Они провели в этом бреду два года. Намного хуже обстоят дела с детьми, которые ходят в младшие классы. Дети этого класса одеты в форму. Они вооружены. Здесь оружие. Такие автоматы. Смотрите, здесь целая оружейка. Военная форма, марши, доносы для самых маленьких. Детей опять возвращают в строй, автоматы, война и все остальное. Хотя все человечество, наоборот, стремится к миру и толерантности. Представьте, какое будущее ждет тех, кого будут учить вот в таком милитарном духе с младших классов. Что там учить? Не оставляют в покое детей даже на летних каникулах. На территории ЛНР и ДНР открыто низко так звано військово-милитарных тих таборев, где дети, причем, как хлопчики, так и девчата, веком от 7 до 17 лет, проходят первинно на подготовку, військовую подготовку. 19 июня 2016 года так называемый казачий полк «Ярга» проводил учебные стрельбы. Здесь будут проводиться учебные занятия по стрельбе боевыми патронами. Но отрабатывали навыки с боевым оружием в руках не боевики, а несовершеннолетние дети. Какова цель? Для привлечения к казачьскому образу жизни и вообще военной профессии. Понятно, к чему боевики готовят подрастающее поколение. А с чего ты будешь стрелять? С пистолета. А с автомата будешь? А с пулемета? И с пулемета. Со всего будешь стрелять, да? Да. Будешь как папа к настоящим казакам, да? Да. Я на войну еду. На войну? А так уже выглядит летний лагерь для детей постарше. Как сообщают сепаратистские ресурсы, воспитанники военно-патриотических клубов ДНР сегодня съехались в столицу для проведения учебных военно-полевых сборов выживания во время боевых действий. В программе сборов минно-взрывное дело, рукопашный бой, марш-бросок и полевой выход. Поставлена задача провести зорницу среди детей 14-18 лет. Непосредственно поставлены задачи по плану тактическая подготовка личного состава. И таких лагерей не один или два, а десятки. Это уже не просто зорница. Дети в военной форме, открыто и массово учатся воевать. А потом применяют навыки на практике. Те, кто первыми кричат, что Украина виновата в том, что дети живут в виде войны, первыми без устали рассказывают им о войне. На уроках, в кружках, а теперь и в летних лагерях. Неудивительно, что подростки считают боевиков идеалами мужества и хотят походить на них. По данным нашей разведки, очень часто засекали, когда дети подносили боеприпасы на блокпосты, когда дети подносили продовольствие. Их пускали, почему? Потому что боевика бы снял снайпер. И, соответственно, блокпост бы остался без патронов. Наши снайпера под детям стрелять не будут. Таких историй десятки. И это не военные страшилки, а реалии жизни на оккупированных территориях. С раннего детства и до выпускного террористы готовят одну судьбу для подрастающего поколения. Вот это поколение детей, допустим, через 5, максимум через 10 лет, оно станет в строю этих боевиков. И для того, чтобы иметь эту базу подпитки своих отрядов и своей идеологии. Они растят идеологию. И последний звонок хоть и отзвенел везде одинаково, но означает разное. Если дети и молодые люди свободной Украины вошли во взрослую жизнь, то их сверстники на оккупированных территориях начинают вкушать суровую реальность республика разочарования. Чем быстрее будет решаться вопрос ликвидации вот этих вот новообразований, так называемых республик, да, в Луганской и Донецкой, тем быстрее мы спасем вот это подрастающее поколение. Потому что потом психологию ребенка нам придется их переучивать, переубеждать.